дорогие друзья приветствую вас сейчас я вам расскажу о этих тональных средствах это корректоры консилеры от арифлей ну и тут один не арифлейнский затесался то есть я расскажу о консилерах которые есть у меня какими я пользуюсь об их в общем расскажу все о них если вам интересно оставайтесь смотреть так начну я с корректора который так давайте начнем с ветеранов своей коллекции которыми я к сожалению не пользуюсь несмотря на то что у них отличный цвет это консилеры из старой коллекции арифлейн бьюти абсолютная свежесть она существует в двух тонах розовым и золотистым вот вот они вот так выглядят золотистый цвет золотистый цвет это очень-очень светлое белое но светлое по сравнению с моей кожи этот консилер неспроста называется абсолютной свежестью дело в том что он действительно он содержит очень много он подсвечивает вот этими подсвечивающими частицами он и выравнивает рельеф за счет этого он создает эффект но вот эти вот частицы излучают цвет который и выравнивает тон неровности кожи вот и все было бы неплохо если бы эти консилеры служили дольше через месяц после того как вы открываете баночку он у вас начинает скатываться и вести себя очень плохо то есть он достаточно такой жидкий у него не густая формула как бы недостаточно размешанная недостаточно пастообразная то есть она распадается отдельно на эту сыворотку и отдельный пигмент это моя оценка может быть она неверная но факт состоит в том что западает продукт во все морщинки впадинки и в общем в результате не получается выравнивание цвета а получается наоборот подчеркивание морщин наоборот это значит цвет становится очень разнородным вот возможно мне не подходит тон и в этом причина но поскольку там выбирайте из желтого и розового я вижу что мое лицо скорее желтая нежели розовое может быть я неправильно сделал выбор может быть розовым если бы я это делала розовым все было бы лучше то есть эта задача коррекция скрытие ненужных неровностей дефектов на лице было бы более лучше сделано с помощью розового цвета но вот так вот розовый смотрится на мне им я практически не пользовалась и должна сказать что он ведет себя так же вот скатывается я не знаю видно ли вам что он скатывается вот и в общем этими продуктами нельзя пользоваться через месяц уже через месяц поэтому они у меня стоят целехонькие здоровехонькие и не не используются не выбросить рука не поднимается так далее я покупала когда вышла был запуск серии the one первыми одним из первых продуктов был были вот эти тональные средства в частности консилер или скин я не помню что это означает или скин что должен должен делать этот консилер и я им не очень пользовалась потому что вот мои проблемы он не очень-то и решал то есть я хочу сделать как можно менее выразительными мешки под глазами а он их не скрывает и не делает менее выразительными не скажу что подчеркивает но при неудачном нанесении да может и подчеркнуть вот но в целом тон так это 3615 код продукта я не помню какой этот тон ну наверное это должен быть самый светлый из предлагаемых вот на свотч на него выглядит вот так ну вот я смотрю из всех свотчей этот вот именно этот иллюскин консилер подходит более всего к моей коже как будто и лучше всего ложится хотя немного более розовый по сравнению с моей кожей но на камере этого не видно в общем по какой-то причине я его не использовала он лежит ждет своего часа но у него нет тех проблем что были у предыдущего у предыдущих консилеров он не распадается на сыворотку и пигмент вот поэтому наверное возможно он дождется своего часа возможно мне нужны более возрастные средства я не исключаю конечно хирургического вмешательства как средство борьбы с мешками но я сейчас говорю о косметических средствах потом мной приобретался вот такой стойкий консилер Everlasting я не знаю как это читается по-английски Everlasting консилер это стойкий консилер самый светлый и по-моему это вот этот тон он действительно стойкий и очень густой насыщенный цвет сейчас то что вы видите на моем лице это он и есть нанесенный поверх других средств то есть то что вам видно это Everlasting нанесенный в последнюю очередь в общем он очень густой и если вот так вот его точечно наносить не размазывает то он да может скрыть вам некоторые ненужности его края этого средства нужно растянуть растушевать а потом чем-то еще запудрить замаскировать и тогда вы добьетесь возможно вообще эффекта что полностью скроете свои недостатки ну в общем может быть слишком светлый 31 166 код продукта это самый светлый в линейке почему-то я взяла самый светлый мне почему-то все время хочется кажется что только светлый консилер справится с выравниванием рельефа и в общем очень экономичный да я бы сказала поскольку он густой и в одной капле очень много продукта которые можно раздвинуть на пол лица вот этим он хорош содержится во всех этих тюбиках 10 миллилитров 10 миллилитров здесь тоже 10 вот в общем этот консилер лежит у меня на какой-нибудь пожарный случай да вот перед камерой можно то есть живьем может быть это не очень хорошо смотрится а для камеры вроде бы нормально приемлемо так следующий арифлеймовский консилер который тоже уже из ушедшей серии студия арт с светоросеющим комплексом мне подошел более всего из всех перечисленных именно его я сейчас использую и скоро он у меня закончится будет показан в пустых баночках на сводче вот он у меня сводч вот этот действительно может быть на меня действуют слова светоросеивающих комплекс и я вижу этот эффект он лучше всего справляется из всех показанных ранее лучше всего справляется с выравниванием рельефа с коррекцией да скажем с коррекцией выпуклостей ненужных и ну что можно сказать это по моему самый светлый там по моему два один тон называется light а другой medium кажется произведем он в польше здесь также 10 миллилитров хватает надолго я использую ну кажется с весны я не помню ну почти год использую этот консилер он все еще не закончился надеюсь к концу года добью консилеры the one также произведены в польше абсолютная свежесть также была произведена в польше и вот еще один продукт который я купила по ошибке я хотела этот тони молли консилер корректор карандаш ну такой стик достаточно твердый достаточно густой и по сравнению со всеми остальными он очень желтый довольно желтый и очень большая степень покрытия то есть пигментация мощная плотная что не подходит лично мне он очень густой и по моей коже которая не очень упруга распределять его трудно он подчеркивает как видите здесь он подчеркивает морщины поэтому я им не пользуюсь я жаль так я думаю хорошо бы справлялся с коррекцией ненужных неровностей ну на этом обзор консилеров закончен я надеюсь что мой обзор был полезен я желаю всем красоты здоровья и счастья удачи и успехов по всех делах пока-пока вам ваша Агинна друзья приветствую вас сейчас мы с вами будем обозревать тональные кремы которые использовала я и моя невестка я я обозреваю мы